Ольга в ютубе пишет Духовное окормление требует много времени и это очень большая ответственность. И часто священники отказываются от такого. Я сам отказываюсь. Много людей пишут и говорят, батюшка, станьте моим духовником. Я всегда отказываюсь. Я говорю, что готов по мере сил помогать, отвечать на вопросы, помолиться. Но если человек хочет действительно какого-то более серьезного наставничества или помощи, то это должен быть священник из ближайшего храма, чтобы с ним можно было поговорить. Но не все на это соглашаются, потому что понимают, что это непросто. Тем более вы сами написали, что у вас депрессивное состояние. Не каждый священник готов взять на себя такую большую ответственность. Поэтому вам не нужно из-за этого переживать. Просто приходите в ближайший храм, помните, что вы приходите к Богу. И через любого священника Господь вам может помочь, если вы будете с искренней верой приходить к Богу и искренне общаться со священником. Не надо искать специально какого-то духовника или старца. В любой храм приходите и общайтесь с Богом. Участвуйте в таинствах. Чаще испоедуйтесь, причащайтесь. Насчет депрессивного состояния нужно обязательно обращаться к врачу, потому что если эти проблемы не решать, они могут усугубляться. И потом может все закончиться гораздо серьезнее. Так что вам нужно и молиться приходить в храм, и обязательно обратиться к врачу, или у вас есть уже какое-то лечение. Нельзя его бросать, нужно прислушиваться к мнению врачей. Ну и также у меня есть чаты в Телеграм, ВКонтакте. Можете присоединиться. Может быть там вы найдете поддержку и укрепитесь в вере, что поможет вам пережить эту сложную ситуацию. Потому что у вас, видимо, в жизни много проблем было. Видите, и мама, к сожалению, повесилась. Это, конечно, страшное испытание для любого человека. Поэтому желаем Божьей помощи, чтобы вы вышли из этого состояния, преодолели депрессию, уныние, и чтобы все у вас наладилось.